Ну а поговорить о странностях мы сегодня пригласили Инну Сергееву, психологу, психолога. Инна, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Все-таки странности, они есть? Или мы все это придумали и все в порядке? Ну, смотря что называть странностями. Что вы имеете в виду под словом странность? Ну вот все-таки странность для меня, да, и поведение, отличающееся от моих норм. То есть для меня есть какие-то нормы поведения, да, которые я считаю нормальными, грубо говоря. И если человек из этих норм выбивается, то он немножко для меня странный. То есть по сути странности нет, есть наше зрение на людей. Понимаете, это очень качественная иллюзия, что нормы ваши. Они не ваши ни разу. Вам только кажется, что вы смотрите на людей и оцениваете их на соответствие своим нормам. На самом деле нормы общественные. И когда человек рождается, он сначала биологически выживает, его там вскармливают, выращивают каким-то образом тело прямо. Потом человек социально адаптируется, и там достаточно четкие нормы. Например, у нас нельзя порожнять кишечник на улице, в Индии можно и так далее. И везде как бы свои моменты. И вот когда человек адаптируется в социуме, так, потом настает момент, когда человек должен жить свою жизнь собственную. И очень многие люди сейчас, и все больше и больше этих людей имеют на это смелость. Но тогда человек делает то, что не принято. Например, 27 градусов мороза, а человек идет, например, в летних сандалиях, потому что ему не холодно. Ну, ему объективно не холодно. Потому что тело так устроено, что ему не холодно. Все на него смотрят и говорят, странный какой-то. Почему? Потому что он не вписывается в те рамки, которые задает общество. В те рамки, которые необходимы были, чтобы человек выжил и социально адаптировался. Но потом, когда необходимости нет, уже когда есть понимание, как жить в социуме и как в нем функционировать, эти рамки становятся необязательными. Тогда мы понимаем, что все определяется не рамками, которые у нас в голове, которые заданы социумом, а все определяется уместностью. Что такое уместность? Это совсем другое. Это чувствование контекста реального. И ощущение уместности, где как себя можно вести. То есть можно, по сути, делать все, что угодно. Все, что стандартное, нестандартное. Если это не доставляет боли и страдания окружающим, например. То есть если вы не нарушаете ничей комфорт, если вы не делаете жизнь какой-то более тяжелой, чем она есть для других людей, тогда можно делать все, что хотите, и вам за это ничего не будет. Но немногие это понимают. Как определить, что твое поведение не доставляет боли и страдания? Но мир дружелюбин, он все время даст обратную связь. Вам об этом тут же скажут. Ну, то есть можно сказать, что, в принципе, каждый человек, он немножечко странный. Просто он еще не попадал в такую ситуацию, когда ему сказали, что тебе все можно делать отныне. Все можно. Можно. Не все можно, а можно все, что уместно на самом деле. Но что такое уместно, определяется не правилами, так, а конкретным контекстом. Ну, например, вот совершенно хорошее такое правило «не уби» называется. Есть же правило. Да, в Библии написано «не уби», «не укради» и так далее. Но война. Да, во-первых, да. Во-вторых, допустим, наше законодательство говорит, убивать можно, но с определенными последствиями. Все, кто убил, все в местах не столь отдаленных. Ну, или там с какой-то вероятностью, так. Но вы же понимаете, что если будет угрожать опасность жизни вашей или вашего ребенка, вы убьете и не задумаетесь. Тогда вы странный человек или не странный? Тогда все обусловлено контекстом. И тем, как мы реагируем на наш контекст. Все обусловлено нашим чувствованием контекста и уместностью. Где-то убивать неуместно, где-то убивать уместно. Что делать с этим чувствованием контекстом? Что делать со странными людьми? Со странными людьми в том числе. Нужно ли как-то объяснять, менять и так далее? Да, а вот это вот очень интересно. Странные люди бывают, ну, вот как мне кажется, так, двух категорий. Первая категория – это люди, которых мы воспринимаем субъективно как странные. Странных людей, так? То есть нам кажется, что они странные, но на самом деле они не странные? Да. Те люди, которые… Вот когда наш мозг, да, наша психика определяет человека как странного. Вот самый яркий пример в вашей жизни какой, например, когда вы видели странного человека? Ну, когда он как-то не так одет, например. Когда он не так одет, это вот сейчас сплошь и рядом. Сейчас рамки совсем стираются. Вы сказали про сандалии на улице зимой. То есть все, что да, ну, допустим, да. И тогда, смотрите, наш мозг сразу же, независимо от того, хотим мы или нет, выдает реакцию страха. Обязательно. Почему? Потому что странный человек для нас в первую очередь непредсказуемый. Мы не знаем, чего от него ждать. Мы не знаем, чего от него ждать. Наш мозг так устроен, что в любой ситуации, выходящей за пределы привычных рамок, он выдает сразу реакцию страха. Для того, чтобы нас мобилизовать, для того, чтобы опять же обеспечить выживание. Биологическое или там социальное, но в основном, конечно, биологическое. Поэтому, как только мы видим, что человек странный, нам становится очень страшно. Но это первый момент. Второй момент. Мы обычно хотим контролировать сознание других людей. Тоже на предмет того, что зачем нам контролировать сознание других людей? Странное оно или не странное? Ну, ходит кто-то там с глубоким приветом по улице. Ну, почему нас это беспокоит? Пусть ходит. Возникает следующий вопрос. Если мы смотрим, и он себя ведет не так, как я. Первое беспокойство, которое у нас в голове, это он странный или я странный? Но это обычно никто не осознает. То есть самая мимолетная мысль, когда я смотрю и вижу что-то, что выходит за рамки, я в первую очередь начинаю сопоставлять к себе. И я понимаю, что как это он это делает, а я это не делаю. Это он ущербный или я ущербный? И для сохранения самооценки мне очень удобно сказать, что ущербный он. То есть он странный, он необычный и так далее. Сегодня все так активно упоминают Ренату Литвинову. И мне, когда Людмила сказала, администратор программы, что мы будем сегодня говорить о ней тоже. А поскольку я телевизор не смотрю никогда, мы просто пришлось посмотреть. И я прихожу в семью и говорю, в семья, а как же так? Кто такая Рената Литвинова? Вы понимаете? Не пошло вопрос для вечернего сумминания. Да, конечно. И вы же понимаете, когда я это говорю, я очень странная женщина. Я выгляжу, потому что я не знаю, кто такая Рената Литвинова. Мне это неинтересно было никогда. Но когда появился внешний контекст, и мне это стало интересно, нет же никаких препятствий. И мне семья говорит, ты, пожалуйста, возьми, посмотри интервью с Познером, и все про нее поймешь. Абсолютно. И я смотрю... Удалось. Так, ну как вы оценили эту личность? И я смотрю, и прежде всего я понимаю, что Рената Литвинова потрясающая честная женщина. Вот я такое удивление и восхищение вчера испытала, когда я ее увидела. Вы себе не можете представить. Она все, что думает, все говорит. И говорит все, что чувствует. То есть механизма опосредования какими-то фильтрами социальными нет вообще. То есть все, что внутри, все снаружи. Это хорошо или плохо? Нету понятия, хорошо или плохо. А, я помню, да, вы это уже говорили. Нет понятия. Иногда это очень... Ну, как бы, это вообще здорово, что человек говорит все то, что чувствует. Например, был пример такой, когда она назвала мужчину в танце, допустим, который танцевал там без одной ноги. Мне семья это тоже видео показала, ампутантам. Тогда это вот невозможно сфильтровать, иногда доставляет боль. Это нехорошо и неплохо. Это, ну, есть такое, да? Поэтому, ну, и понятно, что когда наш мозг смотрит на таких людей, как Рената Литвинова, что наш мозг говорит? Тут либо я не совсем правильно живу, да, потому что она же живет, как хочет, а я не живу, как хочу. Либо она не совсем, значит, нормальная женщина. Понятно, что очень удобно думать, что она вот с приветом, но это очень удобно. Но есть еще одна категория людей, категория людей, которые... Ну, поэтому странных людей нет, есть люди уникальные. И общий такой тренд развития общества сейчас идет в сторону того, что люди, каждый сам свою уникальность осознает, и люди перестают ее прятать. И вообще люди перестают прятаться друг от друга, люди становятся очень честными друг с другом. И каждый живет так, как он хочет, и делает то, что он хочет. Но вместе, как ни странно, оказывается все красивее и красивее. Получается все лучше и лучше. Это как в оркестре звучит каждый инструмент, и он не становится скрипкой, не становится тубой, понимаете? Ну, никак. Допустим, там, а рояль не становится виолончелью, ну, это абсурд. И поэтому сейчас каждый человек звучит так, как он звучит, так, как он хочет звучать, и проявляется так, как он хочет проявляться. То есть хорошая тенденция наблюдается. Да, очень хорошая. Но есть, опять же, люди, ну, не все так однозначно, есть люди психически больные, да, это люди с разными расстройствами, там, шизофорными и так далее. Это удивительная совершенно категория людей, у которых есть, допустим, чувствительность к тому, что есть за пределами нашей трехмерности, которую мы воспринимаем, там, нашими сенсорными системами привычными. И люди, которые могут воспринимать другие измерения, но им очень популярно объяснили, что это не есть норма. И страх сумасшествия родил сумасшествие. То есть мне известны случаи в своей практике, когда людей психически здоровых помещали в психбольницу, потому что они высказывали разные странные вещи. Допустим, одна из женщин в Иркутске сказала, что она хочет пойти в служение к отцу Калинику, ну, и уже дети там достаточно большие были, и это продолжит свой путь таким образом. Вызвали санитаров, сложили ее в дурдом. Оттуда она вышла психически больной, то есть ей объяснили, что это болезнь. Но по факту мы имеем то, что имеем. Мы имеем много людей психически больных. Это люди, которые собой не до конца управляют. Ортодоксально наша академическая медицина это все не лечит. И эти люди иногда действительно могут представлять опасность социальную. То есть об этом тоже нельзя не говорить. Что такие феномены тоже есть. Ну, в общем, друзья, самое главное понять, кто перед вами все-таки странный человек уже, ну, с какими-то академиями. Или все-таки уникальный, к странности которого на самом деле особо не странность. Да, самое главное научиться чувствовать себя, тогда ваш мозг не будет переходить в режим оценки. И он не будет оценивать других людей, да, и вы начнете жить свою жизнь. И тогда, возможно, вы по-другому посмотрите на этих людей. Поэтому, друзья, старайтесь, и все у вас получится. У нас в гостях была Инна Сергеева, психолог. Спасибо большое вам за такие добрые, теплые слова и за очень интересную беседу. Ну, а мы продолжаем, смотрим прогноз погоды, новости. В общем, у нас много всего еще впереди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова